31 мая во всем мире проводится международная акция по борьбе с курением «Всемирный день без табака». Он был установлен в 1988 году Всемирной организации здравоохранения. Перед мировым сообществом была поставлена задача добиться, чтобы в 21 веке проблема курения исчезла. Табакокурение – пагубная привычка и приносит огромный вред здоровью человека. К сожалению, и юное поколение подвержено ей, а примеры они берут со взрослых. В городе Видное прошла антитабачная акция. При этом курильщиков не только призывали отказаться от табака, но и разъясняли федеральный закон о запрете курения в общественных местах. «Поменяй сигареты на здоровый образ жизни» – так называлась акция по борьбе с курением. Организаторы ее Управления внутренних дел по Ленинскому району и Общественный совет возглавил это мероприятие заслуженный тренер России по мотоболу Валерий Нефантьев. Народ, в принципе, относится абсолютно позитивно к этой акции. Хочется бросить, правда силы воли такой большой нет, но будем стараться. Ну, для нашего здоровья и спасибо. Мы очень рады, что это все так вот делает. Очень приятно. Будем заниматься спортом. Спортом хочется заняться и Артему, гостю нашего города. Он решительно отдал свои сигареты. Я посчитал, что полезная вещь для меня будет – это экспандель. А курить вы все равно будете? Я бросаю, пытаюсь бросить. Хочу бросить. Многие жители высказали свое отношение к такой привычке, как курение. Поддерживаю здоровый образ жизни. Занимаемся спортом семьей коллективно. Вот. Так что мы против курения. Зубы желтые, отдышка плохая, изо рта пахнет. Никто не курит у нас, и мы не приветствуем курильщиков. И особенно, когда они курят рядом. Федеральный закон о запрете курения в неположенных местах и вступающий в силу с 1 июня 2014 года, именно и защищает тех, кто находится рядом с курильщиком. Уважаемые граждане, будьте внимательны. С 1 июня вступает в законную силу второй этап программы против табакокурения. Штрафы будут серьезные – от 1,5 до 3 тысяч рублей. Детские площадки, парковые зоны, пляжи, места, находящиеся близко к госучреждениям, социальным службам, детским садам, местам здравоохранения – все будет запрещено. К удивлению и радости участников акции, было то, что в нашем городе на момент проведения этого мероприятия обнаружено немного курящих людей. Прошли очень много, а наменяли только 10 пачек. В основном попадались, самое главное, что интересно, что люди не курящие. Поэтому вот этот процент, который, говоря, статистика говорит, что чуть ли не до 40% курит, вот сегодняшняя акция показала, что в Винном оказывается, этот процент гораздо меньше. За время проведения акции организаторы ее обменяли из Пандера и Гири на 10 пачек сигарет, которые были тут же и уничтожены. Людмила Медведева, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.